Честно говоря, возможность покататься на танке оказалась под угрозой. Завести Т-44, этот без преувеличения шедевр советского танкостроения, в морозную погоду – дело трудоемкое. Механики линии Сталина возились почти два с половиной часа, прежде чем двигатель подал хоть малейшую надежду на успех. Чтобы не навредить двигателю, сначала нужно нагреть масло, нагреть литров 70 воды для системы охлаждения. Если залить студеную воду в настывший танк, то она схватится ледяной коркой. В общем, в ход пустили и дровяной тен, и газовую горелку, и паяльную лампу. И хвала механикам – танк поддался. И теперь еще одно испытание. Прежде чем поехать, машину нужно минут 20 на холостых оборотах прогревать. Но не думайте, по сути, все гораздо проще. Уже тогда танки оборудовали системой обогрева, которая включалась минут за 15-20 до выезда. Поэтому к бою машину можно было подготовить довольно оперативно. Вообще, для конца войны это был довольно революционный танк. Он был, безусловно, не такой высокотехнологичный, как немецкий. Но свою функцию выполнял на 100%. Благодаря относительно простой конструкции, его можно было выпускать, или, правильнее сказать, штамповать, на любом более-менее пригодном заводе. А с другой стороны, подбитый танк не жалко было бросить на поле сражения. Здесь, в отличие от 3-4, где двигатель был поставлен продольно, двигатель поставлен поперечно. Машина стала короче, почти на 30 сантиметров. Выигранный вес пошел на усиление бронирования машины. Лобовая броня танка Т-34 45 миллиметров. Лобовая броня Т-44 доведена до 90 миллиметров. Благодаря поперечной установке двигателя, внутри стало больше места для экипажа. Но по себе скажу, что четверым там все же тесновато. И поэтому я с трудом могу представить, как в меньших моделях Т-шки помещались 5 человек. Вообще, танкисты того времени – это уже герои. Пороховые газы, теснота, высокий уровень шума. Когда даже крича на ухо за служивку, он тебя не слышит. Экипаж танка Т-44, 4 человека. Орудие 85-миллиметровое, боекомплект танка, 58 выстрелов. Скорострельность. Скорострельность зависела, в первую очередь, конечно, от обученности экипажа. Здесь стоял клиновый полуавтоматический замок, который обеспечивал довольно-таки высокий темп стрельбы из танка. Несмотря на удачную конструкцию, нет свидетельств, что танк участвовал в боевых действиях. Его стали выпускать в конце войны. И к маю 45-го едва закончились фронтовые испытания. 31-тонный висит танк Т-44. На нем стоит 12-цилиндровый двигатель V-образный с водяным охлаждением мощностью 500 лошадиных сил. Пятиступенчатая коробка передач позволяла танку разгоняться со скоростью до 50 км в час. Их и выпустили относительно немного. Почти две тысячи. Совсем скоро стало понятно, что 85-мм орудие немного маловато для боевых задач этой машины. Танк передан нам Министерством обороны. Он стоял на территории полигона. Двигателя не было. Машина была ржавая, очень сильно ржавая. Реставрация этого танка началась в 2009 году. На танке почти все детали оригинальные. За исключением двигателя и, может, пары мелочей. Но даже двигатель здесь от более поздней модели Т-шки. Восстановлением занимались белорусские реставраторы. Дело это, мягко говоря, не дешевое, зато благодарное. Сейчас линия Сталина владеет единственным ЦНГ действующим танком Т-44. Стрелять он, конечно, не может, но выполнять роль исторического экспоната, перенимать участие в реконструкциях и фильмах ему вполне по силам.